Ну да, попробуем. Примерно так началась работа над монтажом документального фильма памяти знаменитого азовчанина Юрия Ремесника. Впрочем, быть может, началась она совершенно иначе. Этого уже не вспомнит никто, даже автор. Ведь монтажу предшествовал титанический труд. Долгих 9 месяцев журналист Герман Токарев вынашивал, разрабатывал и воплощал в жизнь идею от первого интервью до финальных титров и определения даты выхода фильма в эфир. Дата вначале переносилась, думали, ко дню рождения успеть на 17 ноября. Ну а потом так, собственно говоря, произошло, что Малежик решил приехать 30 ноября с концертом в Азов. А следующий день, это после 30, это 1 декабря, это, собственно говоря, годовщина смерти. И, по сути, очень удачно все совпало. То, что фильм памяти выходит в день, ну как, годовщины смерти поэта. О том, что фильму быть, стало ясно уже в день смерти Петровича. Руководители пятого телеканала «Пульс» поставили задачу и взяли на себя решение всех организационных вопросов. Увековечить память ремесника стало своего рода делом чести для азовских телевизионщиков. Азовский поэт, которого знает вся Россия. Его пели самые известные наши артисты, песни на его стихи. Поэтому не отдать дань памяти об этом поэте, ну, это было невозможно. Кропотливое изучение биографии ремесника, встреча с его друзьями, родными, коллегами. Работа над этой документалкой привела Германа Токарева из Азова прямиком в столицу. Здесь Юрий Петрович открылся ему совершенно с незнакомой стороны. Когда я уже ехал к Малежику, я знал биографию ремесника. Я знал там определенные даты, определенные там точки в его пути, отправные в творческом пути. Но Вячеслав Ефимович, он рассказал такое, то что, ну, в принципе, нигде в интернете не найдешь. И об этом нигде не публиковалось. Было очень много историй и смешных, и грустных. Юрий Ремесник – нечетный поэт. Откуда взялось это название и что оно, собственно, означает? Это выяснилось совершенно неожиданно во время записи интервью с автором фильма. На вскидку, не задумываясь, какой-нибудь четверостише, хотя бы пару строк сложишь из стихов «Ремесник»? Ну, первое, что приходит в голову, я почетный почетным. Потому что, собственно говоря, фильм так и называется. Юрий Ремесник – нечетный поэт. И многие задавали вопрос, почему такое название? Ну, нечетный поэт, как это понять? И я сразу приводил в пример, что это его стихотворение. «Я почетный почетным, понечетным простак». «Я почетный почетным, понечетным простак. Всем бродягам безродным, всем пророкам свояк». То есть отсюда и родилась вот эта вот формулировка «нечетный поэт». То есть не почетный поэт, а вот именно нечетный поэт, простой поэт. Наш поэт, без короны. Впервые на суд зрителей фильм «Юрий Ремесник – нечетный поэт» будет представлен уже в ближайшие дни. Презентация документального проекта пройдет в два этапа. 30 ноября на концерте «Малежика» в ГДК будет показан фрагмент фильма, то есть сокращенная версия, всего 15 минут из 50. А вот 1 декабря после программы «Азов.Инфо» на «Пульсе», ну это я так подразумеваю, что это скорее всего где-то в 19.15, 19.10, может быть так, будет показана полная версия этого фильма. И также 1 декабря она выйдет в интернете, на наших пабликах, на наших каналах «Ютуб», «Контакт» и «Рутуб». Собственно говоря, страница простая, «Пульс» Азова, и вот на вот этих трех страницах выйдет этот фильм. Я очень надеюсь, потому что в этом фильме очень много авторской музыки, в том числе и музыка «Малежика», и других исполнителей, там есть и Евдокимов, и Казаченко. Я очень надеюсь, «Ютуб» очень капризная площадка, и она, конечно, может заблокировать фильм за использование авторской музыки внутри. Но если это произойдет, в любом случае, в «Контакте» этот фильм всегда пропустят, и на «Рутуб», скорее всего, тоже его пропустят. Юрий Бабенко, Азов.Инфо